девочки мальчики всем привет добро пожаловать на канал руковинка лада с вами сегодня очередная серия сериала не сложившихся отношениях вот апдейт во первых о предыдущих двух парах следующую пару про которую буду рассказывать они так никогда не поженились у меня таких 2 сейчас есть на заметке вот почему так все сложилось ничего особенного интересная поучительная история а поучительно почему потому что когда мы говорим как аукнется так и откликнется да то есть те кто верит бога так как я например я знаю что всегда получишь вернется тебя спал на то что ты желаешь не даешь другим а те кто не верит верьте обязательно в карму потому что это тоже все возвращается то есть это один из тех случаев когда я видела то как работает карма скажем так вот и потому для меня это было часто очень часто мы не знаем почему господь так сделал да и почему он так поступает и когда смотрим на что-то и мы думаем господи как это все так случается что ты все это терпишь и вообще-то человека нужно наказать и все но в данном случае не ужасного ничего не случилось нет вот но человек поплатился за то что поступал не хорошо по отношению к другому человеку я там багажнике бегает мешочки капустина фон для рассказа значит с мари развитие сюжета стивен решил вернуться домой и вдруг на прошлой неделе отправил ей сообщение и мы и сказал я возвращаюсь домой как бы даю тебе знать она в панике она в шоке потому что как я уже говорил не друг друга не выносит они по телефону не видели друг другом разговаривают а тут он друг сказал что он возвращается и будет жить дома при при том при всем что у них развод и они готовы друг друга подбивать ну естественно она сообщила адвокату я говорю как 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 он так решился мне вообще вот странно это все почему вдруг он решил что он может это сделать когда судом было предписано что ты так поступать не можешь то есть ты не можешь жить в этом доме пока в нем живет она вот ну вот он решил что он приедет заявился с чемоданами рано утром прошлое воскресенье она тут же позвонила полицию вот полиция приехала с ним пообщалась и полицейские ему сказали что вы по закону принципе не должны тут находиться вот ваш адвокат в курсе он мой адвокат в курсе и мой адвокат мне категорически это не советует делать но это мой дом и я вопреки его советам еду и буду тут жить вот ее адвокат тут же настрочила конечно письмишко его адвокату вот и сказала что поскольку клиентка опасается за свое не скажем жизнь свое здоровье хотя бы потому что он становится все более и более неадекватен то есть ему нужен психолог причем серьезная работа с психолом он он смеется он легко заводится он легко входит из себя он постоянно кричит на ребенка вот про нее уже вообще можно не говорить только на повышенных тонах идет разговор вот поскольку моя клиентка опасается за свою жизнь если вы не повлияете на своего клиента мы будем подавать прошение в суд на обеспечение ее безопасности через рейстрейнинг оры помните тот самый который был виноват джеффри когда ему предписали не подходить к ней на пушечный выставок вот то есть что это значит для Стивена для Стивена это значит то что ты не сможешь видеться со своим ребенком и если суд даже разрешит такое поскольку ты неадекватен и мать опасается за то как ее ребенок будет себя с тобой чувствовать и вообще что тебе там спрыгнет твою голову вот это будет так сказать supervised то есть кто-то будет какой-то там или психолог или кто-то будет присутствовать отсюда во время твоих визитов с ребенком но это вообще уже никакие ворота да то есть если ваш клиент будет настаивать на том что значит делать то что он хочет ну значит суд будет продолжать я она говорит я буду со своей стороны значит предлагать суду ужесточить меры вот адвокат явно звонил еще раз потому что к вечеру Стивена уже дома не было он собрался причем Мария сказала что очень расстроен он был не злился не кричал но сказал ей что я же тебя никогда она как бы тебе не угрожала мол почему ты так со мной поступаешь вот ну ему явно было сказано что ты потеряешь возможность встречаться с ребенком то есть ладно Мария Лусь тебе 100 лет не нужна но вот ребенок так что вот на этом приключения кончились потому что в тот же день он со своими сумочками выехал обратно про стресс для ребенка не говорю потому что вот он приезжает папа а вот он вечером папа уже опять уезжает ну папа у нас не думает папа у нас живет только эмоциям вот а с Линочкой ничего не меняется Линочка работу не нашла сидит дальше дома выискивает следующие болезни нашла еще что-то у себя теперь у нее уже хроническая усталость вот работать она не может ко мне уже меня уже спрашивала другая женщина наша знакомая говорит слушай что такое происходит с Инной я говорю ой значит это длинная история рассказывает она говорит я просто попросила ее чтобы она забирала моего мальчика забрала его из дома и отвезла его на карате потому что она работает допоздна ребенок приезжает домой со школы в 3 часа ну так как Линочка вот и карате буквально 5 минут въезды она говорит мне бы здорово чтобы кто-то его туда отвозил говорит а Инна комнату снимает у Костей и Костей живет буквально в одной минуте от этой вот Оли знакомой нашей она я подумала что я ей буду платить для нее это очень близко она подъехала одну минуту буквально малого забрала отвезла и все говорит ей там не надо быть ей надо только его закинуть и вернуться домой это дело 15 минут хотя бы там ей платила какие-то тени она сказала что она болеет и сейчас на каких-то лекарствах которые значит у нее кружится голова но у нее голова по жизни кружится вот так она вот сейчас не может просто Оля этого всего не знает и Лина ей как бы вешает лапшу на свежее лучше вот так сейчас она на лекарствах а потом когда она эти лекарства пропьет вот у нее голова встанет на место она сможет опять водить машину вот тогда поговорим ну вот Оля поговорила она сказала нет мне эти лекарства не помогли я сейчас буду принимать другие лекарства ну нет то есть работать никто дальше так и не начинает дальше лечим вот хитрые зуб что называется вот тем не менее Джеффри ждет с огромным нетерпением наступление апреля месяца когда он перестанет платить и содержание болтала болтала следующая пара про которую я буду рассказывать это Рос и Яна Рос друг моего Кена познакомилась я с ним буквально чуть ли не тут же неделю когда я только приехала в Америку вот один из наверное самых любимых моих людей тут в Америке друзей у меня друзей мужчин есть я хорошо дружу с мужчинами так Рос наверное один из самых лучших друзей мужчин который помимо того что он друг моего мужа и наш друг семьи стал лично моим другом тоже с которым мы можем поговорить у Роса есть такая не хочу говорить женская сторона но что-то у него есть такое что помогает ему сближаться вот женщинами и он не считает это как бы зазорным для себя например поделиться открыть душу открыть сердце поплакаться в жилетку в таком вот плане вот очень надежный очень хороший очень правильный человек такой то есть хороший друг и для Кена и для меня то есть ой сколько он все хорошее нам сделал это вот Лиду обожает совершенно а все это я рассказываю для того чтобы просто как бы подчеркнуть тот факт что с Росом мы были знакомы до того задолго до того как мы познакомились с Яной и наверное все таки мое если переходить на чью-то сторону я стараюсь смотреть на все очень трезво но опять-таки девочки когда рассказываете истории то есть мы всегда выбираем чью-то сторону у меня в связи с тем что это был мой друг очень давно хотя я понимала что он поступает неправильно и я жалела что ли его больше наверное ну не знаю но жалела обоих потому что ситуация вышла нехорошая вот а роз полностью лысый сейчас он бреет голову раньше у него как раньше мужчины носили была лысина но у него очень милое очень милое лицо для мужчины вот именно милое на него приятно смотреть в хорошей форме стройный очень крепкий вот увлекается многими вещами потому они с кеном дружат уже много лет потому что они оба такие любознательные они постоянно хотят что-то новое узнать что-то новое выучить как-то обогатить свой внутренний мир да каким-то образом они могут сидеть и часами разговаривать то есть где два друга которые будут сидеть и болтать и болтать и болтать и болтать вот и вино вместе делали боже что они только вместе не делали и помогали друг другу уроса бизнес был так называемый line striping то есть расчерчивать линии на проезжей части на парковках на проезжей части в основном делают парковки то есть все эти места где машина должна запарковаться да знаки для хендикап для людей с ограниченными способностями и так дальше все вот эти вот раскраска эта вся боевая так сказать вот это вот он этим занимается стоит очень дорого вот у него несколько есть ребят которые на него работают вот и он очень хорошо зарабатывал этим денег пока он не прикупил бизнес у нашего общего знакомого Энди про которого я тоже расскажу историю потом история уже есть про всех вот общий знакомый Энди который тоже друг моего мужа давным-давно еще родители вместе учились в колледже то есть они с Энди знают друг друга с беренок вообще вот потому что родители еще знали друг друга когда не было даже детей так вот Энди очень хороший бизнесмен великолепный бизнесмен что называется и как уже сказал не раз мой муж я не раз уже повторяла когда я упоминала Энди он может делать деньги ни на чем то есть он очень хорошо умеет устроиться вот золотая голова и очень трудолюбивый то есть этого у него ни 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 вот Энди раскрутил себе свой бизнес который называется house inspection то есть наверняка тоже все слыхали инспекция домов вот люди когда покупают звонят риэлтору пока смотрят дома вот дом понравился все мы хотим сбить цену каким образом можно сбить цену это пригласить инспектора или хотя бы даже не сбить цену а просто узнать действительно ли с домом все так красиво как показывает владелец дома тогда приглашают инспектора их есть очень много разных у Энди была очень хорошая репутация слава богу она и сейчас есть вот он был самым лучшим инспектором я не скажу в коннектикуте ну наверное в коннектикуте наверняка он постоянно ездил на курсы повышения квалификации он очень-то тошный он такой ну он вышкаленный у него хорошее образование он голова стоит умница трудолюбивый он во первых надо сделать инспекцию дома провести пролазить все от крыши до подвала провести все тесты которые потом проводятся протестировать в роду протестировать тот самый радон который излучается этими гранитными поверхностями вот то есть на радон тест надо было провести все-все-все-все-все-все он ничего никогда нигде не пропускал то есть это был анализ такой от А до Я плюс к нему прилагался такой же репорт да то есть все это было красиво отпечатано с фотографиями совсем ну клиенты платили но клиенты и были довольны я вам скажу потому что это была отличная великолепная работа то есть ты уже знал что если этот дом покупаешь и если его посмотрит Энди такой-то да то вы уже найдете все что вы хотите и не хотите об этом доме знать помогали конечно и цену сбивать и все риэлторы его очень любили потому что ну помогали им заключать сделки вот то есть они всегда его рекомендовали ну так вот Энди переезжал к своим родителям в Мэриленд и он решил бизнес тут продать то есть клиентскую базу и все он бизнес продал Россу а поскольку Росс ничем не хуже головой то же самое отличное образование но по-моему не американское потому что он что-то в Америке заканчивал он заканчивал что-то в Америке он по-моему закончил в Америке high school то есть в школе он еще был тут а потом земля кочевала то есть вырос он в Южной Африке вообще вот и у него акцент у него акцент такой British English южноафриканский не скажешь южноафриканский но он отличается от английского акцента вот но очень милый с удовольствием слушаешься на женщины все на этот акцент точно так же как мужики на наш так и женщины американки на этот акцент Росса вот разбил пару сердец о чем вся история вот Росс купил этот бизнес у него у него все отлично получилось то есть очень хорошо зарабатывал деньги то есть великолепно все здорово все хорошо клиенты любят отличная репутация все ну вот как-то все никак не получается встретить кого-то вот с кем ему было бы комфортно удобно в кого можно было бы влюбиться уроза требования я бы сказала высокие потому что во-первых у него образование во-вторых как я же сказала он очень интересный человек то есть он себе пару искал такую с которой ему было интересно вот ой ой я никак не усядусь сегодня и он был женат уже однажды много лет назад и был женат длительное время 10 лет вот потом они с женой разбежались очень долго общались дружески он с ее родителями общался они поддерживали как бы хорошее отношение но жить они вместе не могли и почему они разбежались что куда вот и он как бы он искал там были какие-то женщины там и сям но никак никакой такой подружки постоянно не было вот а мы к тому времени уже познакомились и дружили с Яной Яна из Чешской Республики я ее упоминала в предыдущем своем видео про микробы вот это та из моих подружек которой я говорила что сказала мне на вечеринку не приходи а то я не имею как бы не хочу забоев вот не могу себе позволить и вот Яна работала Яна где только не работала тоже надо отдать ей должное она вкалывала как папа Карла уже называется Яна как сказала моя подружка Линочка про которую мы тоже разговаривали я пыталась намекнуть про то какая Яна там не была эгоистка и прочее прочее я говорю Яна работала у нее была очень хорошая как говорят американцы work ethic то есть этика рабочая она работала она была добросовестная и она просто себе спуску не давала она любила хорошо пожить но она на это все зарабатывала в этом плане она была молодец она такая как тоже американцы называют go getter то есть go get something то есть тот кто не сидит и ждет что ему что свалится on your lap на твоей коленке да а это тот человек который идет и всего добивается вот Яна такая маленькая такой танк она приходила ходила и добивалась искала и она ну молодец я таким людям завидую очень активная очень уверенная в себе не красавица но милая очень правильные черты лица но при этом красивые большие карьи глаза и личико сердечко высокие очень такие скулы и личико немножко такое приплюснуто очень милое лицо такое Яна у Яны была страсть и эта страсть была спорт любые виды спорта которые помогают поддерживать форму в теннис она играла на коньках она каталась на роликах она обожала кататься на аэробику какую-то она ходила ходить она ходила бегать она ходила в общем она занималась всем чем хочешь то есть она очень любила любую вот такие вот виды спорта когда можно куда-то пойти где-то полазить чем-то таким заняться вот приехала она сюда по визе ау-пэр так называемую нянечка вот и она работала нянечкой в какой-то семье с проживанием потом это дело закончилось она заработала достаточно денег для того, чтобы снимать себе свою квартиру вот осталось нелегально потому что она должна была бы вернуться после этой своей опера она никогда не вернулась вот она себе тихонечко сняла квартиру купила себе volkswagen вот нашла работу по уходу за детьми но после школы в нашем городке Ричвелл там где живут богатые семьи и богатые люди и хорошо платят естественно вот она смотрела за двумя тремя детьми которые приезжали со школы мамы с папой дома нет надо их накормить уроки поделать да может там что-то подстернуть вот пока родители не приходили домой вот она зарабатывала очень хорошие деньги она была надежная она с детьми умела прощаться великолепно вот она все знала она знала развивающие игры она умела у нее был подход специалистов она в этом плане была хотя образование имела только по-моему десятый класс в Чехии я не знаю как у них в Чешской Республике и она была по-моему на год или два моложе она то есть не намного моложе то есть она такого острого примерно как я русский язык она совсем не хотела учительную была к России определенные отношения но от Чехов можно этого ожидать как бы они имеют на это право вот и есть на что я не могла понять это отношение к русскому языку я его не хотела я его ненавидела ну почему не учить было если в школе тебе давали язык вот мне любой язык пусть дают бесплатно учить и я его буду учить потому что это возможность просто общаться это обогащает во-первых тебя лично вот но она говорила я ненавидела и я не хотела ну в общем не хотела так и хотела вот разговаривает только на своем чешском и все вот но тем не менее она имела уход за детьми по вечерам она работала в ресторане официанткой официантки получают мало то есть ставка мизерная вообще но они выживают на чаевых и она была очень расторопная официантка надо сказать и очень приятная вот молодец имела себя хорошие чаевые работала ресторанчик рядом с нами вот как мы познакомились мы с кемом часто туда ходили есть и мы с ней так через в этом ресторане познакомились и я с нею стала дружить вот мы одного возраста у меня так были друзья вот но тут мы стали встречаться и больше проводить времени много проводить времени вот и третья работа у Яна была это уборка домов она очень хорошо тоже справлялась с уборкой вот у нее было несколько таких домов так что вот в те дни в которых у нее не было вернее она по утрам ездила на уборку после обеда она смотрела детей а вечером несколько раз в неделю там раз или два она работала официанткой то есть как видите по сравнению с Виночкой она вкалывала и вкалывала очень хорошо не знаю сколько тут сейчас минут в общем вот преамбула у меня заняла довольно таки достаточно долгое время так что скорее всего сама история Яны и Росса переползет в следующее видео до встречи на канале в следующем году я покажу